Welcome, welcome, welcome. Мы обрезали запись, как это делают молодые евриты. И смотрим на игру Леона против анорексиков. И анорексики у нас сегодня готовятся к чемпионату мира. Но у них, правда, тоже еще завтра игра впереди против бразильского коллектива, который на самом деле как раз является самым сильным коллективом. Я не особо тут разбираюсь. Я примерно знаю, что там у Альбусов по игрокам. Но когда я вижу 5 фляг у команды, у меня возникает вопрос действительно нажать паузу и спросить, какого хрена у вас 5 фляг? Ух ты, какие радостные люди. А где звук-то? Кто-то забыл микрофон в студию принести, и поэтому... Ребята кричат, а звук от них не издается. У нас какая-то там пауза. 5 фляг, это как-то многовато. Ладно. А разве будет финал? Две же команды едут на чемпионат мира. Нет. Одна команда едет на чемпионат мира. Это вайлдкарт. Одна команда. Говорите, две команды? Ха-а-а. Ну-ка. Вот это стало интересно мне. А когда они это изменили? Я по правилам предыдущего плита оценивал... Ну, предыдущего чемпионата мира оценивал все. Но вы меня сейчас действительно удивили. Ну, пока там перерыв как раз, я пойду посмотрю. Если это так, тогда, конечно, все меняется. Так, да, все меняется. Тогда это действительно матч за выход. Слушайте, да, он называется финал. Да, реально. Победитель едет на чемпионат мира. Я был неправ. У нас две вайлдкарты будут. А почему вайлдкартам дали две... Ой, это наш любимый мальчик. Почему вайлдкартам дали два слота? То есть, на... На две бесполезные команды будут. В том году тоже две команды ездили, алло. Не с одного турнира они ездили, алло, Сиварт. Одна команда ездила с Иема. Вторая команда отсюда. Там два разных турнира было. А здесь один турнир. А, видимо, они просто объединили. Видимо, того турнира просто не было, который там было. Ну, не ЕМ, я не помню, как он назывался. Там было два турнира в прошлом году. И, видимо, на этот раз объединили в один турнир это все. И поэтому два слота дали. А, ну и поэтому тогда у нас и получилось восемь команд, а не шесть. Это было за борьбу в айлдкарде. Тогда разделили в айлдкарт. Кого разделили? Кого разделили? Было два разных турнира. На разных турнирах разные команды заработали. А в этом году, видимо, один был только. В сетке финала нет. Ну да, раз нет финала, значит, я ошибся, да. Я ошибся, ребят. Две команды выходят, действительно. Но мы не увидим, как они выходят, потому что они решили взять паузу. Искушать твикс. Клаудайна сейчас успеет уже третью свою игру выиграть. Ну, по крайней мере, начать, пока эти тут все еще соображают. Так, а, руны. Руны сейчас мы не посмотрим. Там еще. На Америке в гаунтлите сколько мест разыгрывается? Одно. И в Европе тоже одно. Вот, вот, вот. Вот, Мотыга, то, что ты пишешь, это я тоже помню. Что первый слот разыгрывался что-то там а-ля ИЕМ был турнир какой-то. И на этом ИЕМе участвовали тоже СНГ-шные команды. Они там проиграли, и там поехали азиаты какие-то. Вот он написал Севард Бангкоке, значит, это действительно были Бангкоке. Так, это мы в игру вернулись или что? Да, это мы, походу, в игру вернулись. А у нас есть звук из игры? Звук из игры есть. Тут у нас Мегагнар влетает, кидает смурфа под стеночку, но не станет. При этом смурф просто нажимает W, не попадает ни в какие-то СС эффекты. Просто нажал W, чтобы восстановить ХП, и остался в живых. Ну, раз мы вернулись в игру, давайте тогда хотя бы на пике пробежимся быстренько. То, что я знаю по русскому коллективу, то смурф вроде как шикарный Ганпланк. Ликрид вроде как шикарный Бранд. Ну, и Стажер вроде как Лесник. В Ликрид здесь попали, 30,5 секунды бесчинства, это минус Бранд. Первый килл, возможно, убьют Элизу. Нет, Элизу остается в живых. Выплевывает ее Том Кенч и никому. Never lucky man. Кого здесь не было? Ну да, здесь Кира был на меде, он не мог сюда помочь, а у Меркла нет ничего. Чтобы добивать хорошую очень Ашовская ульта с другой конца карты. И Аша продолжает здесь сиджить на бутлейне. Я так понимаю, Альбусы хотели на топ сходить, чтобы сделать Ферстблат вышки. В итоге они потеряли контроль над своим Синим Лесом и не смогли на топе сломать вышку. Хотели сделать Тауэрдайв вчетвером, но не получилось. И как итог они просто дали Ферстблат и дали фрифарм для Аши. Зато у них есть 4-5 фляжек, я все забываю, 5 фляжек. Ну, по мне это не самая лучшая затрата денег, про 5 фляжек я про это говорю. Например, ну, Кира, ладно, он часто разменивается, ему отхилл нужен дополнительный. Нахрена Ганпланк себе это купил, если у него уже все есть? Зачем ему эта фляжка сдалась? Грагас, окей. Если он начинал с фляжки, то она как бы и остается, никуда не девается. Зачем Брандт купил фляжку? Ну, ладно, не мне ликвида судить. Просто, хоть это небольшая сумма денег, но она сильно оттягивает появление того, чего нужно. Вот был бы сейчас Сайдстоун на самом деле, если бы не эта фляжка, которая 350 голды там забирает у вас в итоге. Но, с другой стороны, кто-то скажет, вы же да то хилки не покупаете. Да, и Риута запрещает вам покупать хилки. По деньгам пока проигрывают Анксы, но не сильно. Это отставание не такое большое и, на самом деле, не такое уж и важное. They need to play around what? Я прослушал, там комментаторы сказали, что если начинаете проигрывать по деньгам, то вам нужно играть вокруг этого. Вокруг чего? Им нужно играть вокруг полка, он хотел сказать, наверное. Кстати, да, тут в Паук-то получается только АД-шный, и Ликрид, играя через АП, очень хороший сетап получается, но сетап, который может быть убит одним лишь Гнаром. Это единственная их, наверное, проблема, серьезная. Если Гнар хорошо сможет ворваться в тимфайтах, вся команда Альбусов просто отлетает за секунду. Ну, там Грагас остается бесполезный, ну и, возможно, смурф куда-то отфлэшится, так как он W нажмет и убежит. Но надо быть очень аккуратными с этими CC-эффектами, и, конечно же, Гнар будет очень тонковый, Ликрид не будет в соло его пытаться убивать, это же клуба. Поддавливает, поддавливает здесь русский коллектив, но я не думаю, что они расстраиваются из-за того, что счет идет 1-0. Кстати говоря, они уже играли эту игру, перед этим это была никому не нужная игра для обеих команд, они обе знали, что будут уже играть друг с другом, вне зависимости от результата, и Альбусы победили. Но в той игре Леоны играли через Ясу, через которого они не играли еще ни разу. И на топе у них какой-то непонятный был, по-моему, чемпион, которого тоже они еще не играли на этом чемпионате. То есть, либо это была проверка, либо наоборот это было... А давайте поприкалываемся? Ну, какая разница, все равно... Нам играть с ними же через неделю уже best of 5 за выход на чемпионат мира. Но шансы тогда хорошие. Я, честно, думал, что шансов-то вообще нет, по той простой причине... Ну, то есть, я все равно считаю, что Лена сильнее Леоны, но иначе бы... Иначе бы в групповой стадии просто Альбусы показали себя лучше. Ну, может быть, за эту неделю что-то изменилось. Я про то, что поехать на чемпионат мира, я думал, что едет только одна команда, а победить и Леонов, и Бразильцев как-то нереально тяжело. Но оказывается, что едет две команды, так как на одном чемпионате все это решается. Две вэлдкарт-тимы, два туриста. Ну, и среди как раз одних из туристов могут получиться русские. Ну, сейчас досмотрим этот до одного файта и посмотрим, что там по времени у Клауднайн, когда они там следующую начинают, потому что они в приоритете все же. Хотя сегодня они довольно легко обходятся и без нашей помощи. Опа, ульта! И Ликрид не успевает отфлэшиться от Эйпл... Ой, не Эйпл, а Зентимирикал очень хорошо отфлэшился. Много дэмэджа нанес. Бранд и Бранд шикарно раздамаживал. Хватит ли дэмэджа? Не догорает Арса и Том Кенч, который... Прямо как я в молодые годы. Это было совсем плохо. А это совсем плохо было. Если то было плохо, то это еще хуже, мне кажется, потому что Элиза подпрыгнет. Это было очевидно стажер, о чем ты думал. Нет, я сегодня это на стриме говорил. В Солоку вы этого, наверное, не видели. Это было перед тем, как мы первые матчи ЛКСа прокомментили. Грагасы... Я тогда даже, по-моему, ту самую фразу произнес, которую обычно произношу, что... Ни один хороший Грагас не потратит Ешку просто так. И Флэш тоже просто так. Он тратит их либо вместе, либо Ешка, ну, просто, чтобы сквозь стенки проходить. По Элизе здесь пошел с Пелой, но она прикрыта. Будем? Ух, как близко! Чуть-то никто не прикрыл Элизу, она чуть-то не умерла. 2-1 по киллам стал счет в пользу Леонов, но Альбусы забрали себе Дракона. Дракон... Какашка Драконей Силы, как видите, нарисована даже какашка. Это хороший Дрейк. Даже, ну, можно сказать, хорошо, что так все закончилось. Но это закончилось бы и без потери Стажера. Я не знаю, зачем он там флэшнулся. Нам повтор, видимо, не покажут. Там просто он настолько далеко был от Элизы. Ну, ешься поближе к ней, смотри там по спеллам, попадаешь, не попадаешь. Кидаешь ульту, потом, возможно, как-то через флэш можно подойти и дать автоатаку и критануть. Ну, есть такие возможности. Ну, просто делать флэш вперед куда-то там. Когда ты на целый экран от нее отстаешь. Ну, как и только вы видели, Элизы просто подпрыгнула под вышкой, и больше он там уже не мог ей мешать. 2.1. Какие тут у нас ники надо позапоминать? Джерал на топе, Оди. Оди, по-моему, был уже. Его я уже видел. Опять какая-то пауза. Что-то у, по-моему, стажера случилось. Если я правильно понимаю, как там камеры расставлены. Опять радуются люди, и они всегда рады тому, что у кого-то что-то случается. Так, а все, здесь уже пауза закончилась. Здесь уже банные пики сейчас будут. Будут банные пики, а эти все не могут сыграть. Еще Кагмарь был. А, да, вот, Кагмарь был. Кагмарь и Ясо. То есть, это два чемпиона, которых они вообще не пикали. А чем фляжки плохи? Да тем, что вы деньги не туда тратите. Эй, я сюда пришел смотреть ЛКС. Что за бред? Кто ее сломал? Да там просто перерыв был, а здесь уже игра началась. Сейчас вот у них банные пики начинаются. Да это же Карина. Ты о чем? Кевка Визардос. Я не понял. На Америке в Гонкли... Так, это уже было, насколько я помню. Один слот в прошлом. Все это было. То есть, про фляжки это был последний вопрос. Так, у нас куда-то... А, у нас... Реплей как ликриты убили. Но это было красиво. И Лиза там еще стан прописала. Правда, она зачем-то через флэш это сделала. Причем, если я правильно понял, она сделала как у на потом флэш. Ну-ка, секунду. Можно назад чуть-чуть перемотать? Реально. Это полный капец. Я еще раз это хочу посмотреть. Я хочу еще раз насладиться... Блин. Чуть-чуть еще назад. Я хочу, чтобы вы насладились этим скиллом, ребят. Сейчас вы насладитесь этим скиллом. Сейчас, сейчас. Все вместе насладимся этим скиллом. И Лизой. Смотрите внимательно, что будет делать Ильза. Боже мой, он так долго летит. Ну, ладно. Дотерпим, ребят. Дотерпим уже. Долетит, долетит. Я верю в эту стрелу. И следите сейчас за Ильзой. Вот стоит Ильза. Вот она. Она не пропала. Вот она там вот. Бах. Смотрите дальше. И Лиза подходит. Кидает какун. И нажимает флэш. Слушай, это просто полный пиздец. Это какой-то хайло-игрочок, я не знаю. Хоть бы, ну, не знаю. В соло Кушки чуть-чуть поиграл за Ильзу. Если я когда-нибудь такое сделаю, напишите мне, пожалуйста. Если я хоть когда-нибудь такое сделаю за Ильзу. Он еще в человеческой форме флэшнулся. Вы понимаете, насколько это тупо? То есть он флэшнулся, чтобы дать Кушку вплотную в человеческой форме. А потом только перевоплощаться в Паука. Еще есть варианты, что ты иногда боишься, что не сможешь достать в паучьей форме. И сразу флэшишься, чтобы дать Кушку. Такое бывает. Это нормальная тема. Хотя зачастую, после того, как ты попал к кукуном, парень уже убежать от тебя не может. А здесь какой-то паник флэш такое впечатление, что было. Либо он думал, что он Лисин. Типа, знаете, это удар ноги со спины. С флэша. А вот он. Кокун и флэш вперед. Но так это не работает. Ну, просто я обратил внимание вашу на механику. Можно даже обратить внимание на фарм. Хотя с фармами так все плохо. Если посмотреть на Кассиопе, она 162 фарма выбила себе на 16-й минуте. Правда, Кира где-то потерял мопцов. Он вроде никуда не ротировался. Стоял на меде и не уходил. На топ-лейне, понятно, там были посиделки. На бут-лейне та же самая история. Даже я удивлен, что у Аши так мало. У него, наверное, около 150 должно быть. Ну, что, смотрим до следующего килла. И потом переключаемся к Клауд-9. Так. А вот он, походу, и следующий килл. Сможет ли Сэй что-то сделать? Сэй... Очень хорошо было сыграно. Мне понравилось, как Кассиопе здесь сыграл. А вот это было красиво. И даже можно тут сказать, что Аша играет получше Сники. Сники сегодня ульты такие не попадал. Ну, а Кира был наказан за то, что и против Кассиопе, и против Аши у него нет Клинса. У него зачем-то Гост какой-то собран. Взят, извините. И, конечно, с этим Гостом он может убежать, только если он уворачивается от спела, который в него улетит. Но увернуться он не смог. И пока у нас латиноамериканский коллектив ведет в счете... А что у нас тут? Баны-пики пока все еще идут. Кассадина нинджа пикнула. Вот это уже поинтереснее. И Нидали была пикнута. Тут вообще экшен намечается. Ну, здесь, скорее всего, будет, учитывая Кассадина. А, я даже не знаю. Я бы сказал Зет, но Дженсона не захочет сейчас Зета пикать. Талия будет. То же самое, что было в первой игре. Видимо, да. Талия. Ну, и последний пик остался Серафу. А, кстати, Сераф может на Кассадине еще сыграть. Тогда нинджа надо Талию контрить. А чем? Ну, по-моему, Энвики уже довольны. Довольны тем, что они не едут. Они тоже Вароса решили взять. А тут у нас 3-1. Те пики мы досмотрели. Чуть-чуть там еще дадим ребятам времени поиграть. Здесь потому что пока все равно. И обе команды способны дать хорошую битву. И я надеюсь, что они не будут европейский ЛКС нам показывать, а покажут. Серьезный такой корейский лолец. И сейчас начнутся битвы. Вот, например, Сиджинг начался от команды Альбус. И Леонам надо либо смещаться и защищать, либо просто отдавать вышку. Они решили сместиться, но как-то криво все это сделали. Аша была спасена. Очень близко было к смерти Аши. Прилетает сюда на телепорте Смурф. Но нафига он здесь сдался, я не знаю. Лучше бы он просто ультанул. И продолжал бы топ-лейн пушить. Ну ладно, прилетел и прилетел. Реклиц флэша дает проказ. Но там отфлэшивается в ответ Элиза. Это, по-моему, было, нет? Нет, это была не Элиза, это была Кассиопея. Там сбоку. Камера здесь какая-то неправильная, ребята. Она показывает не то, что нужно. Странно даже. Потому что, насколько я понимаю, реплей камеры одна и та же система. Вот почему-то на ЛКС нам показывают все правильно. А вот на этом чемпионате... Ну мы вообще весь файт не видели. Она туда-обратно бегала, вы это могли заметить. Как будто она здесь ни при чем. Лол, Ликвид просто стоял на этой плюшке и забрал ее, лол. Если я правильно понял, Ликвид забрал эту плюшку себе и рифгеральдовскую. Но Альбусы еще одного Дрейка забрали и... Ой, не Альбусы, извините. Леона еще... А, не еще одного, этого первого у них Дрейк, да. Альбусы как раз-таки первого забрали. Тьфу, извините. Я что-то в рот залетела. Рот весь полон этой игрой. Вот сюда надо было улететь. Ганпланку. Чего он нажал телепорт, а не улетанул? Я что-то не въехал в этот прикол. Ну ладно. Смурф решил пожалеть оппонентов. У нас Вайтеллиус... Вайтеллотус. А, вот как у него. Типа лотус. Вайтеллотуса тут расстреливают. Вот теперь в него пошли ульты. Глобал ульты. Том Кенч прилетает его спасать. И... Тауэрдайв вряд ли здесь получится. Скорее, просто аккуратненько будут стоять сейчас Леоны. И вышка потихоньку будет падать. Но Бранда... Очевидно, что не отдадут. Альбусом еще раз Леоны. Хотя на протяжении всего турнира Бранда постоянно в приоритете забирали себе Альбусы. И я удивлен, что Леоны вообще позволили его сыграть. Ну просто кто-то скажет. Ну ладно, он там 1-2 идет. Чего там? Можно его оставить. Они не знают, сколько он дэмэджа наносит. Это не просто Покет Пик. Это серьезный Пик парня. Который, ну... Второй керри, только из саппортов. И у них два АДшника. То есть, по сути, им плевать, кто из АДшников умрет. Плюс ко всему, у них есть хорошая зачистка Вейва. Пик очень хороший Альбусов. Мне даже он больше нравится, чем сегодня фанатики играли какой-то свой мусорный пик. Помните? Каждый раз, когда они что-то брали, казалось, что только в рот. Ну, в общем-то, так и получилось. И единороги прошли в финал. Завтра будут они играть с командой Сплайс. Это будет уже любопытно. Что же касается здешней встречи, то пока неопределенно все. Так, битва будет какая-нибудь? О, Ди, кидает станчик. Но это ничего не дает. А здесь у нас ферстблат не произошел? Нет, не произошел. Давайте паузу здесь нажиму. Хочу эту игру досмотреть. И потом мы ту посмотрим быстренько в перерыве. Потому что я чувствую, что здесь перерывы будут нереально большие. Учитывая, что они первую игру-то еле-еле смогли начать. Они должны были начать в 11. А у нас 20-ая минута идет, а уже как бы 12-10. Чувствуете, да? То есть они час 10 играют 20 минут. Чувствую, что и перерыв у них будет такой же длинный. Так что давайте досмотрим, чем здесь все закончится. Чувствую, что вроде Альбусы получше так ориентируются. Ориентируются на пересеченной местности. Потому что у них есть какая-то цель. А вот Альбусы только выбирают защитные такие постановочные циклы. Они такие, будем защищаться. Там через телепорт прилетит, там гнар и так далее. Вместо того, чтобы какие-то ответочки делать. Ведь они же могли просто пойти там обменять, например, ботлейн, на топку, на топку, блин, на вышку на топе, на вышку на миде. Ну вот, жираль пришел сюда. Пошла ульта раз, пошла ульта два. И вайта лотоса никто не прикрыл. Что это такое? Такое впечатление, что все пытались увернуться. Зачем всем-то уворачиваться? Уж саппорта точно должен был пойти и прикрыть. Если хватая глотая у него отсутствовал спелл, допустим, будем считать, что у него W в КД, то уж с какой стати он жмется к стенке. Ты должен сжаться к своей Аше и прикрывать ее. А не надеяться, что в нее просто Джин не попадет. Говорят, не, ну это было глупо. Сейчас они просто отдали вышку, и Аша умерла ни за что. И появился Duskblade теперь у Емеркла. А что у нас Оди играет? Нифига, у него там билд. КДР ботинки плюс этот начат. То есть не начат, уже сделан рулай. Сравнивают нам деньги. Огромная тонна денег у Смурфа. У него уже почти 11к, 10,5. В общем-то, все преимущество команды, оно на нем. Команда лидирует как раз 1800, и вот оно все полностью на нем. А у всех остальных игроков примерно равная сумма, там разница. 500 голды туда, 500 в другую сторону, ничего страшного. Какие проблемы могут возникнуть у альбусов, учитывая, как они сейчас хорошо пропоукали и победили в лейте. Хорошие фланги от Гнара, шикарные ульты Аши, и, конечно же, плохой фокус в тимфайте, где они не заденут Кассиопею. Если они не смогут в тимфайте убить Кассиопею, она может разобрать всех этих АДшников просто в секунды. А на Нашора пошла команда Альбус, но кое-кто еще без армора, и вообще план был не очень. Но еще один игрок у них без армора, я про стажера, он собрал локет, зарашил. Это нормальная тема, рашит локет в этой игре была, но это означает, что вы не можете идти на Нашора, если у вас нет, допустим, двух Маутен Дрейков. Как итог, пришлось аж целых трем игрокам реколиться, и сейчас Альбусы потеряли темп, и, соответственно, сейчас у них будет бот-лейн пушиться, мид-лейн пушиться и туп-лейн пушиться одновременно. Все потому, что они темп потеряли, но вот попытки забрать Нашора, стажер куда-то пытался ворваться, прыгает, но не нажимает R, и он умирает, скорее всего. Умирает от Ашовской ульты, и Лиза еще и остается в живых. Нет, Лиза все же умерла. От Варуса она умерла, Кира, и в него как-то попал. И пошел тут прокастик по Том Кенчу, Том Кенчу умер, Кира цепляет еще Жераля, но тут уже не зацепить, а тут у нас тем временем соло-кушный какой-то Дрейк, но чувствуется, что вот, ну, хуже уровень игры чувствуется, прям это, ребят. Ну, то есть, смотрите, Леоны начали сражение за Синий Лес, чтобы подготовить Дрейка. Это абсолютно правильное поступление. А дальше начался хаос. У них ворвались Вашу, у Аши начались проблемы. В итоге они вроде как убили Грагаса. Ой, не Вашу, извините. Или Вашу. Все верно, да? По-моему, там Аша была, пострадала первая. Сейчас не помню, там Вашу ли в кого ворвались. Они вроде ее прикрыли, убили Грагаса, но при всем при этом потеряли свою Лизу. И после этого, логично, что надо делать, обе команды потеряли этого Смайтера. Это что самое выгодное? Пойти сейчас где-то, либо вчетвером рашануть Дрейка, но это только Леоны могут делать, либо Леоны должны двух отправить на рекол, а два остались просто на медиа отпушивать. И тогда с закупленными айтемами они смогут забирать Дрейка. Хороший Ол-Инчик. Сэй, большие проблемы, но он попадает в стажер. У него есть уже Жоня. Он ее прожимает, но недолго думая. Команда Альбус с ним разбирается. Кира хорошо так убегает. Стажер попытался потанковать. Потанковать-то потанковал. Но хватит ли демеджа после этого? Да, хватает. Еще один килл. Ну что ж, я думаю, Леоны запомнили трех чемпионов, которых отдавать нельзя. И теперь уже будет вопрос о том, смогут ли без этих трех чемпионов. Ух, какая рискованная штука сейчас была. От смурфа смурф подходил, чтобы дать автоатаку, но увидел, что Джераль Нагнари собирается в него отдать ульту и перефлэшился стенку. И получилось, что тот ультанул просто так никуда. Ликрит делает прокаст, попадает в Ашу, но не с Таном, а просто одним спеллом. И Аша остается в живых. Ликрит очень близок до Рулая, почти добрался. Когда он доберется до Рулая, пойдут уже другие проблемы. И два Киосеса, кстати. О, Альбусов уже появилось. Стажер надо ХП добавить. Я бы, наверное, на его месте сейчас через Банши его добавлял. Все же армор здесь рановато собирать. Рандуин никакой не нужен. Пока что еще не нужен. А вот Банши, мы сами видим с вами, как он не может доходить, потому что его тупо станет. Ну и магическим уроном его в большей степени убивают. Так что Банши, мне кажется, лучше был вариант. О, фляжки начали продаваться. Осталось только три фляжки. 5-7. 3000 преимущества команды Альбус. И главное, даже не преимущество по голде, потому что с Ганпланком оно всегда будет. Главное, это преимущество по контролю карты. Вы понимаете, что вот Сея, он чувствовал себя в безопасности. У него огромный пак игроков рядом. Но эти игроки, ворвавшись, погибли. Эу! А вот это плохо. Ликрида ваншотнули. Сея дальше цепляет. Джераль летает сзади. Даблки для Сея. Сея продолжает дамажить. Смурф попытался его убить. С флеша, но... Ой, не с флеша, а с бега. И не получается. И делают нереальный камбэк. Леоны убивают четырех игроков команды Альбусов. Мы не увидели самое начало. Непонятно было, как зацепился здесь Ликрид. Но, по-моему, все началось именно с него. Смещается сюда Емирикл. Он будет ультовать. Но ультовать надо, может быть, по игрокам все же. Своровать на Шора не получилось. И на Шора забирает Леон. И творяют классный камбэк. Тот самый файт, которого нельзя было проводить. Я говорил, что Гнар со спины... То есть, я так понимаю, все начали бросать, потому что Гнар начал обходить. Как вообще туда попали встанны? Варус, типа, ультанул. А, ну да, Варус ультанул. А вот эта тройка начала убегать, потому что увидела Гнара. Вот и вся проблема. А с Мурфа не было сразу. А когда он пришел, уже было слишком поздно. Да, он через телепорт прилетел. Бочку взорвал. Но нанести урон нормальный Сеей не смог, потому что тот нажал Жоню. Да, выкидыш такой небольшой. Да какой небольшой? Довольно большой выкидыш произошел. Варус просто ультанул, и этого хватило, чтобы победить. Хотя, мне кажется, в ответ Варус должен был... Ой, Варус, блин. Я все говорю, Варус. Аша, я оговорился. Аша, Аша, Аша. Ребята, все, простите меня. Больше такое не повторится. Повторится, поверьте. Аша, конечно же, Аша. Я смотрю на Варуса и думаю про Ашовскую ульту. Ультанул. Ультанул Аша, и Варус должен был... Ну, он ультанул в ответ, но это было уже поздновато. А QSS как раз-таки у Ликрида-то не было в ней. Ну, ему надо было как-то поаккуратнее вести себя. Ну, ладно. Не получилось, так не получилось. Он там еще и был стажер рядом. Он вроде его прикрывал, а вроде никакого толка от этого не было стажера. И уже минус 3000 почти что. Да, не, а уже минус 3, да. 3,5 даже стало. Леоны ведут. Но все равно вроде еще можно играть. Да и нужно играть. Конечно. Предсказывать я больше в таких играх не буду, потому что я смотрю на таких дешевых... Ой, там, кстати, застанет сейчас... Ой, бедный Джин. Хотя Джераль, по-моему, его не застанил. А, или QSS был? Нет, он его не застанил. Даже QSS не был потрачен. Га была потрачена сейчас Джеральем, но его убьют. Стажер цепляет Том Кенча. Том Кенча отфлешивается и остается в живых. 3500 и так и осталось. Отставание. Гнар... Потерял Га, это хороший знак. Сейчас он будет менее опасен в ближайшие несколько минут. Ой, у нас здесь стажера ловят. Правда, стажер достаточно уже танковым стал парнем. Ну, по крайней мере, этих пацанов он может поглотить. На Дрейка смещается Леона. Это будет их третий Дрейк подряд. Альбусы, как первого, забрали на дэмэдж, так больше туда не возвращались, к Дрейкам. И все. Да нет, он на самом деле так, наверное, и задумывал. Я только не понял, как он не застанил там Джина, но мы не увидим повтор. Думает со спины влететь Грагас. Без ульты осталось Аша. Ловит здесь Оди. Ну, надо, надо стажеру дальше лететь. У него ульта через 15 секунд каких-то. О, вот это было хорошо. Вот это молодец, Кира. И это было очень неплохо. Зацепил он Элизу, причем он заранее туда выцеливал. Пошла куда-то ульта Джина. Ашу пытается зацепить, но под бочками... А куда впрыгнул? Сэйя впрыгнул и сделал килл. У него еще Джуни осталось. Ой, как много урона. Ликрит не успевает нажать R уже не в первый раз. И на двух АДшников идут Леоны. Цепляют Экзост. Пошла ульта Смурфа. Но бочки не было, чтобы взорвать. Пошла W минус Том Кенч и сразу же из этого желудка выпадает White Lotus. White Lotus так хиляется, просто нереально. Ну, БТ-шка. Давненько я БТ-шки вообще не видел. Стараются ее сейчас не собирать. Ну, вот он все еще через БТ играет. 12-10. Три с половиной тысячи отставания. Да, нет, чуть меньше стало. 3-200. То есть это все же в плюс ушло Альбусом. Да им вообще в плюс все, что тут происходит. Им еще так прет, то что... И Миракл, и Кира могут собирать QSS до конца. То есть эти чемпионы еще и скелятся от этих айтемов. Обычно эта проблема QSS заключается в том, что ты там должен на АПшнике его собирать там на Ари какой-нибудь. Ну, там против Мальзахара, потому что играешь. Против той же самой Кассиопея. И бегаешь с ним и не понимаешь, ну, куда твой один слот делся. В лейтгейме провал. А здесь все хорошо. Ну, давайте смотреть еще раз. Вот это. Убитый игрочок. И меня интересует, как Кассиопея сделала килл. Я так понимаю, что... А, блин. Не досмотреть. Да, шансы у нас досмотреть нет. 12-10. Снова на меде ребята столкнулись. Начинает свой арамчик. Любопытно, что Смурф не уходит опять никуда. Врывчик от Стажера. Не самый удачный. Очень много урона он получил. Как будто он сделан из ваты. Попадает Стан. Еще ультить надо будет здесь Стажера. Он пока откидывает просто Джераля. А, Элиза уже умерла. Не понял я немножко идею Элизы. Но это ее идея. Пошла ульта Джина. Цепляет Стажер. Тратил свою ульту, поэтому больше он сейчас побоевать не сможет. И Кассиопея где-то, говорят, там флангует. Я ее не вижу. А, вот она. Она действительно подумала о фланге. Как же много урона. Я думаю, сейчас даже Альбус сожалеет, что им не достался в этой игре первый Дракон Оушен. Потому что с ним бы они сейчас могли дальше сиджить. А вот с этим дэмэдж Дрейком толку никакого им приходится бэкаться. У Ликрида есть уже Арулай. И сейчас он переходит, судя по всему, в маску. Ну, судя по тем айтемам, которые он собрал. Может быть, я ошибаюсь. Что касается Леонов, Локет уже есть давным-давно. И сейчас какой-то армор начал собирать Том Кенч. Харса. Может, какой-то оригинал стронг билд. Ну, и через БТ-шку то, что редко вижу. Ну, логичнее ей было через QSS тогда идти. QSS тоже ей помогает. И тоже есть лайфстил. Но она отдельный щиточек еще хочет. А Кассиопея 10 стаков уже в Дарксиле есть. Я не заметил, когда она его купила. Но уже 10 стаков. И сейчас она собирает Рободон. И потом можно грейдить эти 10 стаков. И у нее, если будут эти 10 стаков приоритетов в 25, и будет Рободон, соответственно. У нее там будет все 1200 Абилити Пауэр. Это как бы немножко побольше, чем то, что Ликрид. Ликрид будет выдавать. Ну, а танки команды Леон обязаны просто сейчас собирать только армор. Ну, Га должна добавить Элиза. Генар должен добавить Рандуин. За Рандуином он должен будет добавить еще что-нибудь с армором. Га уже есть. Дэдмен сплэйт есть. Но тогда не так много вариантов остается. Получается ему... Единственный темп, который он может собирать, потом еще этот... Ловит ли Крид. Успеет ли он ультануть? Не успевает. Не первый раз уже. Возможно, стоило мерки ему купить в этой игре. Ой, Йоди выживает. Кира очень близко был, чтобы сделать килл в килл. Но в итоге Йоди выжил. Реколится он без ХП здесь. Но его заметили, как он реколится. И Кира дает кушку, но не задевает на этот раз уже Паука. Не первый раз уже ловит Ликрида. Не хватает ему ХП. Он думал, что будет хватать чистого ХП. То, что есть у Бранда. И айтемы, которые он купил. Чтобы выживать, если даже попадет в какие-то касты. Но в реальности, наверное, стоило ему ботинки другие выбрать. Ой, сколько фарма здесь для Сэй. Тринадцать десять. До четырех тысяч. Преимущество Леонов увеличилось. И Том Кенч ультует свою Лизу под Нашора. Но это была просто потерянная ульта. А что у нас за дрэк следующий? Неизвестно. Нам не пишут здесь, какие дрэки будут следующие. Просто будет дрэк через 10 секунд. Начали снова делать Нашора. Стажер. Ну что ж, на тебя вся надежда. Вардов нет, я так понимаю, у Стажера. Потому что он бочками это все контролировать пытается. Кира подходит сюда. Ликрит тоже подходит сюда. Стажер влетает, но не ворует. Влетает туда Ликрит. Ультует. Не совсем понятно зачем. И га была снята с Лизы. Повсыпалась вся команда. Что ж делает Сэя? Влетает. Попадает, правда, под Меркл. Прожимает Джонни. Стоит в живых. Кира пытается убить Джераля. Но там только га. Даже если убьет, будет не страшно. И в Сэю тоже не хватает урона. Ужасный расплит урона был от команды Альбус. Они не определились, какого игрока фокусить. И в итоге зафокусили всех поднемножечку. А так играть нельзя. Фокусить надо одного. А, следующий Дрейк был, ребят. Идеальный Дрейк. Что может быть лучше. Ну и сейчас, значит, стреколятся на быстром реколе команда Лин. И у них будет примерно полторы минуты, чтобы разгромить Альбусов. А Альбусом... Ну, задуматься надо. У них было все хорошо, ребят. Давайте скажем прямо. Они проиграли в два файта. Я, честно, не хочу хейтить там и то сё. А то... Одно дело, когда там хейтите фнатиков. Другое дело, когда хейтите там Тим Ликвид или Клауд Найнов. И третье дело, конечно же, хейтить одну какую-то из русских команд. Я это к чему веду? К тому, что, ну, без какого-то чистого хейта, ну, Ликвид ужасно отыграл всё же. Из его шести смертей он, по-моему, виноват в четырёх. Ужасное позиционирование получалось. И, ну, с такими ботинками, наверное, ну, совсем надо аккуратно стоять. Ну, ладно. Очень много дэмэджа. Пошла ульта от Киры. Том Кенч ворует. Том Кенча надо банить. Из того, что я вижу, Альбус сильно страдает из-за Том Кенча. Если взять, допустим, тот же самый пик, который у них сейчас был, то не будь Том Кенча у Линов, было бы всё отлично. Ну, не отлично, но, по крайней мере, намного лучше. Сломали ингибитор. Леоне. И следующий объект они уже забрать не смогут. Телепорт. Джералл купил себе... А, вот только сейчас сломали ингибитор, извините. Купил себе увеличение. И вместе с командой Сиджет вышку снизу. Ну, можно опять попытаться как-то битву организовать. У Варуса есть снова ульта. Оди не знает, что у Варуса снова есть ульта. Надо цеплять. Вот и вот Том Кенч уже умер. Стажёр, ну, как бы ультануть... Ну, как бы не просто прыгать, а ультануть. Стажёрчик, ну, что ж ты так. О, по приземлению Стажёр погибает. Джеральд цепляется за Емиракла, убивает его. Но при этом он сам теряет ГА и, воскрешаясь, умирает. Варус выиграл немножко времени для своей команды, чтобы они смогли откатить за счёт своей ульты. Но это всё равно минус ещё один ингибитор и минус 2 ингиба и минус 9к. Слишком много становится. Фулл билды уже у Леонов. Кстати говоря, Сея продал свой Дарксилл. В межа я решил его не превращать и купил себе маску. Ну, плюс, видимо, продолжает копить на Рободон полностью. Хотя, по-моему, рано продал он Дарксилл. У него было 10 стаков, и с тех пор он так ни разу и не умер. Я понимаю, что рисковать межа и покупать было не самой, наверное, лучшей идеей. Ну, ладно. Маску закончил до конца Сея на Кассиопее. У нас что есть тут? В ответ тут-то ничего нет. Ласт Виспер появился у Емиракла. Он вообще-то Амиракл. Почему я его Емиракл называю весь день? Ну и ладно. Евгений Миракл. КСС купил Ликрид. Хм, любопытно. Вместо того, чтобы уворачиваться, он решил купить КСС. Ну, все еще все может решиться в одном файте, но шансов гораздо меньше у команды Альбус теперь. Потому что, опять же, им надо выиграть почти Вейс это сражение. А учитывая какие драки у команды Леон, не так легко будет Вейс выиграть. Скорее всего, они тоже при этом потеряют несколько игроков. Они могут даже, эйсонув, потерять очень много ХП, что не смогут никуда пойти дальше. Но фокус пока что очень плохой Альбус и проводят в тимфайтах. Как раз-таки Лейнинг Фейс у них получился намного лучше, выдался, чем то, что сейчас происходит. Он должен быть потерянный какой-то стажер, очень потерянный Ликрид, мало дает прокастов и умирает по КД. Комментаторы там про GA начали говорить. Да, действительно, Гашки есть у стажера, Гашка есть у Оди. И откатится очень скоро уже у Джеральда. Он умер где-то на 40-й минуте. Вот-вот он сейчас должен откатиться у него. Ну, это с первым они дайвом на Шора, когда еще были. Тогда он потерял это Га, его там же и убили. И он, кстати, не в АД пошел последним айтемом, а собирает либо Банши, либо Спирит Визаж. Но мне кажется, Джеральду лучше все оно было как раз АД, армор такой набирать. Остановилась игра. Жду Дрейка Леоны. Еще один Дрейк, еще одна победа. Почему бы и нет? 18-14. Ой, как мало Вижена, просто жесть. Сейчас нам показали Вижен команды Альбус, они не видят даже, когда они с реки... Ой, какой реки, блин. Когда они с горы со своей спускаются, они даже спуск не видят. На свой страх и риск, даже вот сейчас вот Ликрид ходил, теоретически, и в этих кустах могли пять человек сидеть, у них Вижена тут не было. Ну, это хреново. Ну, там просто сейчас тяжело, тут никто не виноват. На шор апается вот-вот прямо сейчас. И команда Альбус вроде начинает смещаться. Им инициации немножко не хватает. Инициацию, наверное, надо было не Грагаса брать. И Грагас, это их единственная инициация. А он как-то криво здесь играется. Ну, либо это криво играет его стажер, либо это криво играется Грагас. Но мне кажется, первое... Ой, по Фрейду, не-не-не. Второе, второе я имею в виду. Не хотел мне опять никого обижать. Пытается стажер добраться до на шора, но вынужден был потратить Ешку через стенку. Следовательно, на шора просто и непринужденно забирают. Пошла ульта, но слишком поздно. Выстрелы. Можно теперь до конца их доводить, потому что риуты сделали, что откатся, но патронов не происходит. Так что, раз уж ультанул, то ультует до конца. А у нас здесь ловит Том Кенча, ловит Ашу. Они куда-то шли, я так и не понял, куда они шли. И 2 кила сделал Джин. И надо, конечно же, влетать и пытаться убивать. Зацепляет Джинейра. Джинейра замедло. Убийство. Это минус 3 игрока. 46-ая минута. Это гигантские таймеры, ребят, на самом деле. 60 секунд до Аши, 60 секунд до Гнара и 40 секунд до Том Кенча. Сиджит, конечно же, нужно. Обязательно надо сиджить дальше. И если хоть даже близко подойдут к Альбусам Леоны, сразу надо влетать и убивать. Вынужден, походу, реколиться Смурф, потому что там большой пак мопсов начинает бить уже Ингибитор. Стажер не выдерживает и начинает танковать вышку. Это правильно, но Ингибитор надо ломать здесь. Обязательно. У Смурфа есть телепорт, но он не так здесь нужен прям. Вышечку, вышечку, быстро, быстро работать по вышке. Не будут они в вас влетать. Но дальше, да, все же не получилось забраться. Времени не хватило. 5000 стало отставания. Один только лишь файт. Настолько все отыграл. 524 фарма Смурф. Смурф бы мог уже сейчас делать айтемы для своих союзников, но мы опять же не в доте. Здесь ничего не поделать. Давайте см... Что? That was just bad. Я полностью согласен. Настоящая кровать была какая-то. Том Кенч ультанул Ашу прямо в четырех игроков команды Альбус. Причем у них не было Вижена туда, он просто слепую решил туда лететь. Они видели, что Меркл оттуда ультует. И решили лететь прямо на него вдвоем. Но в итоге вокруг Меркла еще три игрока ходили. В стажера попала ульта Аши, но толку никакого. Контр-врыв. Нет, да, да, нет. Стажер, определись. Ну ты хотя бы Банши сними. Банши он снял. Пошла инициация. Ликрит умирает, но он дал перед этим Ликрит свою ульту. Правда, она зашла в Жоню, я так понял. И Стажер погибает, у него балага. Паук Стажера цепляет. Одис, Флэша пытался задеть кого-то, не получилось. Том Кенч летит за спину. А куда? Нет, отменил, отменил ульту. Испугался он лететь снова, точно так же, как летел в прошлый раз. Паук продолжает делать альбусы, но этого Паука недостаточно. Потеряли они двух важных игроков. Один, конечно же, АП урон. Второй танк. И без них сейчас очень тяжело будет защищаться. Хотя, не пошли брать ингибитор Леона. Видимо, они боятся гораздо больше русских, чем русские себя. 20 на 17. Вот теперь Дрейк. Я в прошлый раз оговорился. Вот теперь Дрейк. Снова тот самый. Тот самый Элд Рэд. И альбусы туда даже не идут. А ведь Леоны битыми здесь остались. Ну, опять полторы минуты. Ну, он две минуты держится, но из-за того, что вы реколитесь, потом у вас еще после рекола надо будет отпушиваться. То есть, это примерно полминуты. Ну, и вот полторы, я считаю, минуты. Вы можете реально с оппонентами сражаться, имея этого Дрейка. Вот же у нас первая игра. 49 минут образовалась. Это, конечно, удивительно. Я думал, будет гораздо быстрее здесь все. Мы это любопытное. Видосик сегодня видели на Ютубе в начале. А, может быть, это я без вас смотрел. Я вот не помню, это я с вами этот ролик смотрел или без вас. И в том ролике как раз обсуждалось то, что Альбусы очень хороши в лейтгейме за счет шаутколов. Могут удивить многие команды. Так что, типа, мол, лейнинг фейс это не самое главное. Но тут я сразу вспоминаю, как вообще весь турнир прошел. Из семи игр они выиграли четыре, да, три проиграли. Из этих трех проигрышей два было в лейтгейме. То есть, вот настолько любопытно хороший у них лейтгейм. Ну, посмотрим. Не будем забегать вперед. Ой-ой-ой-ой-ой! Ну, тут как-то очень долго он соображал с Клинсом. Смурф сражается с Жералом. Жераль ошибся, ультанул в стенку, но, к сожалению для него, Ганпланк в эту стенку не полетел. Оба игрока потеряли свои ульты, но ульта, конечно, Ганпланка намного важнее. Ульты Гнара. Пошла ульта Джина. Прогоняют они Леонов. Ну, и у Леонов заканчивается их мега-баф с Дракона. Перемещаются они, ротацию делают за счет Том Кеншевской ульты и просто ножками. На ботлейн, где был открыт ингибитор, ломает его с флэша. Ша делает автоатаку по Америклу, но не убивает его. Было очень близко. Джин пошел лечиться. Смурф не может даже поставить бочки. Очень много паука идет от Леонов. И надо, надо как-то битву организовать. Но они по очереди реколятся и не могут никак придумать врыв. Пытается Джераль с реколятся через свой телепорт сюда прилететь, если понадобится. Но ему отменяют рекол постоянно. Вот сейчас у него это получится. Четвертого раза смог. Стажер с Оди сражается один на один. Оди подпрыгивает, но уже почти что в последнюю секунду. Это ульта, и Лиза теряет свою гаа. Но это только гаа, ребят. Последняя вышка. Вокруг нее альбусы засели и не отходят ни на шаг. Топ начал медленно отпушиваться. Ну, так что все было в их стороне сейчас. На их стороне. 100 тысяч на 91. Деньги уже не имеют значения, потому что смотрим сами топперы и фулл билд. Джанглер и фулл билд. Причем оба ужасные ульта от ГП, но она ускоряет свою команду. Но не получается. Стажера в итоге ловят. Но у стажера мерки. И вблизи, если ульта Аши попадает, она не так долго застанивает игрока. Ну, так вот. Джанглер и фулл билд. Мидер и фулл билд. Адэшники фулл билд. И по саппортам считайте ликрид тоже уже почти фулл билд. Ему осталось чуть-чуть маски доделать. И дальше решать, что делать с этим QSS. Покупать его дальше. Либо забивать. Переходить во что-нибудь другое более полезное. Ну, и та же история, в общем-то. У Том Кенча. У него все закончено. Но у него отдельно есть джанглерский. Ой, извините, джанглерский. Он голдер. Саппортский айтем. И отдельный сайдстоун. Когда у ликрида все сложено вместе. У Оди. Большие проблемы. Оди тут может умереть от Нашора. Но он выжил. Правда, он остался без хп. Но точно так же и стажер остался без хп. Дэмэджа не хватает Альбусам, я смотрю. Любопытно, какой джанглер вернется теперь на линию быстрее. Потому что все среколились. Ой. А я уже даже пожалел, что мы не пошли клоунайнов досматривать. Тут пока я жалел. Киру поймали и почти что убили. Аликрида поймали и убили окончательно. И Джералью никто не помогает. Это, ребят, 1-0 в пользу Леонов, скорее всего. Хотя, это было близко. Ну, га сейчас снимут. Но так как они забайтились и сюда залезть, это минус вся команда будет. Остался один Ганпланк. Но Смурф вряд ли что-то сможет сделать. В одиночестве. Элиза добивает Грагаса, вышедшего из ульты. Смурф начинает тянуть время. Потому что только так можно заставить оппонентов не закончить игру сейчас. Но нет, нет. Его просто проигнорировали. Три игрока пошли заканчивать. Два игрока пошли отменять ему рекол. И Ганпланк здесь тоже умирает. 1-0 в пользу Леонов, Альбусом. Ну, не знаю. Надо, надо что-то... Как-то надо было, наверное, Грагасом и Ликридом получше отыграть. Стажер очень слабо отыграл. Я не знаю, очень слабо. Но Ликрид, по-моему, еще хуже. Зачем им этот Варос Адекерия? Так не у Каладайнов Варос Адекерия, а Лот пикнул Варос Адекерия. Так, сейчас я сюда вернусь. Я чуть-чуть чая глотну, а мы начинаем... Так, надо паузу здесь нажать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!